привет друзья это национальная ассоциация аукционных брокеров мы находимся в центральном офисе в городе санкт-петербург и сегодня мы общаемся с экспертом отдела выкупа аукционным брокером иваном завьялым и вам привет привет слушаю на сегодня очень интересная тема мы сегодня говорим о лотах с которыми люди могут попасть на бабки и как я знаю таких лотов очень много что о чем ты сегодня нам расскажешь да саш ты совершенно прав в нашей профессии к сожалению есть очень много подводных камней и при недостаточном изучении лота точнее сказать даже не самого лота способах его реализации потому что итог нашей деятельности это получение прибыли то есть это перепродажа лота либо получение там агентских компенсаций от по конечного покупателя вот и чтобы избежать вот этих вот рисков надо конечно проделывать определенный фронт работы именно по минимизации рисков именно по увеличению маржинальности лота иными словами выиграть можно продать не всегда получается совершенно верно да выиграть можно все что угодно очень много и недорогих лотов очень много и дорогих лотов и не все к сожалению из них можно продать не все к сожалению из них даже можно просто вывести с места и дислокации но ты покажешь на такой вот сегодня да конечно я вам покажу несколько таких лотов они были нами проработаны но мы даже не участвовали мы их не закрепляли собой не выкидывали просто потому что в них нет денег это только сплошные проблемы поэтому конечно я покажу начнем мы слота который находится не так далеко от нас он кстати на данный момент проработан нашими партнерами и закреплен в битриксе расскажи подробнее что это за лот где он находится что из себя представляет и насколько я знаю там не первый раз его выкупают вообще совершенно верно видишь саш ты очень много потому что ты общаешься в кругу аукционных брокеров соответственно все мы ходим под одним солнцем это лот должника мостостроительный поезд номер 46 на октябрьской железной дороге это имущество локационно находится в ленинградской области в городе волхов ввиду того что я сам с волховского района мне было скажем так интерес не только экономический но и какой-то личностный да что-то выкупить рядом с домом так сказать поучаствовать лишний раз съездить заехать домой вот мы обратили внимание еще на первом аукционе на этот лот потому что в принципе его цена она была чуть ниже рыночной цены металлолома общего веса и нам показалось что его нужно просто немножечко отследить и там скажем на публичном предложении забирать да но ввиду того что сами мы не компания которая занимается металлопереработкой до соответственно мы не имеем ресурсов и инструментов чтобы вывести чтобы на месте как-то распилить этот металлолом до чтобы все сделать правильно и профессионально поэтому нам бы пришлось привлекать такую организацию это дополнительные расходы соответственно для нас он был неинтересен на моменте аукциона но его выкупили его выкупила организация которая занимается металлоломом каком этапе торгов а прямо на открытом аукционе на самом верном этом первом победитель минаков андреев он выкупил за 2 миллиона 656 тысяч это был первый этап но это он увидел ликвидный лот он понял что там металла намного больше потому что реально там металла в переводе на деньги где-то в районе трех с половиной четырех миллионов точно сразу зарабатывал и он решил что это маржинальный лот что он ликвиден вроде что там краны приехал попилил вывез даже с учетом расходов даже сложного нет да но что-то произошло но потом он столкнулся с той же ситуацией с которой столкнулись люди которые не выкупили его на повторном аукционе на аукционе а а именно сложность его локации дело в том что это имущество находится в железнодорожном тупике иван правильно я понимаю что данный лот выиграли на первом аукционе что-то случилось его не забрали отказались от него потом он пошел на повторный аукцион опять кто-то выиграл опять не забрали потом была публичка третий раз его опять же не забрали сейчас мы снова на публичном предложении совершенно верно сашка богатая история мало того что от него отказывались теряли задаток а задатки были соответственно там более 100 тысяч рублей и как вы знаете они не возвращая они не возвращаются да и соответственно люди которые приобретали это имущество принимали решение лучше потерять там две сотни рублей 150 ну там соответственно снижение цены вот но не заморачиваться так сказать с этим лотом так в чем же фишка а фишка в том что имущество находится на территории третьего лица и если железнодорожные краны которые стоят на рельсах их там ну можно по договоренности с ржд но это опять же очень дорого и очень невыгодно перегнать по самой ветки до куда-то вывести и там с ними что-то делать то козловой кран который стоит там это же весит очень немало тонн вот его с ним ничего не сделать его нужно демонтировать на месте а организация которая владеет этой территории категорически запрещает резать металл на месте производить с ним какие-либо манипуляции то есть только депрессиональный демонтаж аккуратный разбор соответственно перегрузка если это ж д пути то перегрузка кранов тяжеловесных которые сами весят там по несколько сотен тонн и перегружать их на технику на какой-то там на тралы и вывозить оттуда и там уже за пределами территории уже что-то с ними делать и вот сколько может стоить вот такая операция допустим мы выкупаем лот стоимостью 2 2 миллиона 600 тысяч хотим получить них 33 с половиной миллиона рублей но для того чтобы получить эти три с половиной надо сколько затратить на перевозку ну приблизительно вы считаете разве интересно дело в том что здесь можно несколько вариантов расчетов провести в принципе технически невозможно практически вот потому что это очень тяжелая техника и ну тралы это специальные какие-то там супер тралы которые там то есть речь уже идёт мы даже деньга мы даже не можем просто невозможно стоит да можно заказать грузовой вертолет который вывезет это имущество собственно говоря оттуда аренда вертолета мы узнавали 500 тысяч один час вот поэтому как бы связываться с этим отпадает всякое желание после такой информации все проблемы с нахождением но это в большей степени связано с металлоломом либо с какой-то там крупной техникой которую не вывести с ней она не выезжает своим ходом ее нельзя вывести просто погрузив манипулятором там или простым погрузчиком там на полуприцеп скажем и увести если это какая-то массивная техника которую массивное оборудование которое нужно демонтировать которую нужно прибегать каким-то специальным техническим приемом чтобы его оттуда забрать очень часто как раз мы сталкиваемся с вопросом противодействия третьих лиц то есть зачастую ввиду того что это торги там когда предприятие продается то она делится на лот и земля отдельно имущество отдельно оборудование отдельно соответственно землю выкупает ну юрлицо это обычно очень редко когда физлицы выкупают на предприятиях и они становятся соответственно полноправными владельцами этой земли имущество находящиеся на ней подлежит значит вывоз этого имущества демонтаж этого имущества любые манипуляции этим имуществом согласование уже собственников земли соответственно они говорят ну пожалуйста это же ваше забирайте но мы вам резать не разрешим значит а еще вот здесь вот вы нам несите депозит потому что вы когда будете заваливать там свое оборудование вы можете повредить вот здесь вот нам стеночку нашу в общем очень-очень много нюансов таких вот надо всегда с опаской относиться я не говорю что это невозможно очень часто попадаются адекватные достаточно люди которые идут навстречу вот но очень с опаской к таким лотам относиться потому что вот именно проблема демонтажа и вывоза она может всю маржинальность лота на корню порушить собственно необходимо обращаться к профессионалам для того чтобы проверить лот максимально потому что в принципе я понимаю что можно произвести самостоятельно осмотр выехать увидеть эти краны посмотреть что он стоит на территории оценить что вроде бы можно вывести но с документами не ознакомился встретить не узнал что эта земля принадлежит третьей стороне не узнал абсолютно всех подводных камней и в принципе попал с этим ну без без профессионалов на этапе знакомления можно обойтись вполне здесь просто как в анекдоте а поговорить нужно все узнать нужно поговорить с представителями конкурсного управляющего обычно они уже на этапе знакомства с имуществом поскольку они знают ситуацию они все карты раскрывают да как бы лоты вот вроде замечательные как бы соответствует техническим характеристикам даже бывает не разукомплектованы но есть вот такие то вот нюансы то есть собственник там не разрешает этот а собственник не хочет это то там или там жесткие сроки по вывозу там какие-то еще уберите за собой мусор вот собственно говоря у нас недавно даже был лот здесь в питере мы покупали ангар недалеко от нашего офиса вот он тоже изначально он казался очень маржинальным потому что это ну быстро возводимое сооружение сборная он на торгах падал до сейчас не соврать бы до 200 по моему с чем-то тысяч реализовать его можно было за сколько его выкупали за 400 вот но нас там перекупил конкурент потом мы у него перекупили грубо говоря это уже другая история вот по металлу он выходил на там на 650 тысяч ну вот как бы красная цена но с учетом того что у нас есть уже обросли как так говорится до связями нас есть металлоломщики которые сами приедут сами распилят сами заберут вот выходило что мы там на ровном месте грубо говоря ничего не делая там до зарабатываем ну почти 200 тысяч вот а по факту маржа начала сокращаться потому что в период пока происходили демонтажа во-первых долго приходилось согласование с собственником земли на сроки демонтажа они хотели чтобы это сделали очень быстро но ввиду как бы объективных аргументов согласились туда нужно время на демонтаж затем во время начали демонтаж да и упала цена на металл в принципе ну по стране в городе в частности внезапно так раз и на тысячу рублей это уже совершенно другая стоимость вот ну и добило все это тем что обязал по договору собственник земли убрать за собой строительный мусор соответственно тот что остается в итоге в итоге да конечно мы там заработали с инвесторами рассчитались все но это уже было не там не 200 тысяч но я не буду там называть цифры это как того что вы ожидали очень-очень меньше того да на секундочку одна машина вывоза мусора стоит 60 тысяч рублей очень интересная история великолепные кейсы спасибо большое вам друзья что можно сказать пользуйтесь услугами профессионалов если вы сами профессионал в этом деле внимательно ознакомливайтесь с лотами вот такие кейсы нам представил иван реальные кейсы с которыми он встречался с которыми он работал прорабатывал поэтому обучайтесь учитесь и добро пожаловать на об становитесь нашими партнерами спасибо друзья всего хорошего спасибо саш пока пока а